Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в «Экономике Здорового Смысла». С вами Ярослав Романчук. Будьте с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. И мы начинаем. Сегодня тема «Прогноз на 23-й год. Шаманство и казнократство». Пример министр Беларуси озвучил очень радужные оптимистические цифры по тому, как будет развиваться белорусская экономика в 23-м году. С его точки зрения рост составит 3,8. Знаете, не 3,7, не 3,9, не 4, а 3,8 рассчитали белорусские счетоводы-очковтиратели. Можно ли сегодня говорить о таком прогнозе на основании того, что мы видим в 22-м году? Напомню, что в 22-м году белорусские власти, и Лукашенко приказал, и Головченко сказал, премьер-министр, что все будет исполнено. Экономика должна была выйти в ноль, то есть не упасть. По итогам 9 месяцев мы видим падение почти на 5% ВВП. Причем, понятное дело, что это 5% можно в ту или иную сторону подкрутить, так как заблагорассудится белорусским властям. И вот в следующем году для того, чтобы нагнать оптимизма, белорусские власти говорят, что экономика вырастет на 3,8%. Рост экспорта, рост инвестиций, рост потребления, ну просто будет какой-то бум. Какие основания на того, чтобы вот это было? И вот смотрим мы на прогнозы, которые дают международные организации по мировой экономике. ОСР минус серьезно к прогнозу, и они говорят, что Европейский союз и европейская экономика будут на грани рецессии, как и американская. Европейский банк реконструкции развития опускает прогноз опять-таки до минуса, и по минусу дает и Россию, и Беларусь. Все практически организации международные, включая МВФ и Всемирный банк, говорят, да, не ожидали мы такого, в начале 2022 года будет рецессия, потому что центральные банки начали повышать стоимость денег. А если они этого делать не будут, друзья, значит будет серьезная инфляция. А инфляция 15-20% для развивающихся стран, и 8% для развитых стран, это убийство, это очень много. Поэтому центральные банки взялись за работу, и это значит рецессия. Но это меньше из всех зол, которые можно сегодня получить. Лучше пусть вернется стабильность цены и вернутся экономика на здоровый рост, чем она будет на анаболиках. Белорусская экономика в 2023 году непонятно за счет чего будет расти. Будет ли экспорт кольных удобрений? Нет. Будет ли экспорт нефтяных продуктов? Нет. Будет ли мир Белоруссии с Украиной? Нет. Будут ли сняты санкции? Нет. Потому, может быть, Лукашенко знает, что он 31 декабря до 2022 года идет в отставку, поэтому прогнозирует столь бурную радость экономики всей от того, что он идет в отставку. Но мы пока об этом не знаем, едва ли Головченко об этом знает. Откуда могут быть в белорусской экономике инвестиции в 2023 году? В России, которая уже просто проигрывает войну Украине и готовится к распаду, если будет рецессия мировой экономики, значит, будет падение цен на сырьевые товары. Сырьевые товары – это нефть, это удобрения, это продовольствие, это металлы, это древесина. Все то, что экспортирует Россия, будет стоить гораздо меньше и будет пользоваться меньшим спросом на мировом рынке. Откуда же тогда будет спрос? На что надеется Головченко? На Головченко надеется исключительно один фактор – на очковтирательство и казнократство. И казнократство имеется в виду, понятное дело, не столько и белорусский бюджет, сколько российский. Отсюда и Шувалов приезжал, представитель российского правительства, и олигархов, и правительство России Мишустин был, и все остальные, сколь-нибудь значимые российские распорядители Чижова побывали в белорусских кабинетах, и белорусы побывали там для того, чтобы договориться о схематозе. Единственным источником непадения или сокращения падения белорусской экономики в 2023 году может быть исключительно схематоз. Если российские ушлые распорядители Чижова захотят встроиться в белорусский схематоз, да, это будет 2-3 миллиарда долларов тех инвестиций, которые придут сюда, будут освоены, товары будут распилены, куда-нибудь посланы, но это будет не то. Но это временное будет спасение, но рассчитывать на то, что это какая-то устойчивая траектория категорически нельзя, потому что та же схема, те же люди без рынков сбыта в виде Европейского Союза и Украины, а это порядка 35% экспорта, друзья, чудес не бывает. Белорусская экономика никогда это не потянет, я имею в виду, что она не потянет демонстрировать экономический рост. Поэтому что такое нам демонстрирует Головченко? Казнократство и очковтирательство. Маниловщину просто прогноз развития белорусской экономики на 23 год напоминает сказку про серого бычка. И вы тоже верьте в то, что Беларусь молодая демократия, и вы верьте в то, что Беларусь страдает от того, что в Беларуси плохие красные директора, а не плохая система управления. И так уже очередной год. На самом деле, когда вот видишь эти цифры, ты понимаешь, насколько далеки генералы, руководящие белорусской экономики от реальной экономической науки, реальных политических процессов. Тут нет смысла говорить, прогнозировать курс, инфляцию, какие-то там доли процентов, потому что все это высасывается из пальца. На основании каких-то научных, более-менее объективных данных в этом нет. Есть приблизительные оценки, как и все то, что делают белорусские варианты. Единственная неприблизительная вещь это то, что в Беларуси порядка двух тысяч политзаключенных, что из Беларуси уехало почти полмиллиона человек. И Беларусь обречена на стагнацию и на серьезную поэкономическую социальную проблему. Потому что когда Беларусь, белорусское правительство и власти щемят и загоняют под принтус предпринимателей, которые являются основой любого экономического роста, не бывает развития страны. Поэтому 3,8 это тот параметр, который хотели бы видеть красные директора, чиновники. Но основания, экономические основания, инвестиционных оснований, ресурсов для того, чтобы это обеспечить, нет. Ну разве только будут еще больше денег брать с налогов с предпринимателей, еще больше будет денег брать с домашних хозяйств. Потому что, ну, Беларус терпеливая, как говорится, может так и треба. Друзья, спасибо большое за внимание к экономике здравосмысла. С вами был Ярослав Романчук. Будьте с нами, подписывайтесь. Живе Беларусь, слава Украине! С вами был Ярослав Романчук.